Здравствуйте! Добрый вечер! Вот такой полуфинал. Достаточно неожиданно, что хозяева играют вторыми и играют намного позже, нежели два итальянских клуба, но мы уже говорили, что сегодня в Бельгии праздник, и праздник именно там, где проходит этот финал, поэтому, видимо, будет какая-то интересная часть перед игрой, а потом уже искра встретится с ноликом. И вот стартовые составы команды Пьяченца. Вот вторым номером Михаил Рак. Центральный тут, видите, Чех и восемнадцатый новица Белеца. Марко Меони, видимо, пасущий. Честно говоря, не успел отследить остальных, по-моему, Леонель Маршалл, но, в общем, он не может не быть в составе 100%. Вот наставник нам показывают Анжела Лоренцетти. Интересно, оба тренера, провестники. И, в принципе, никаких серьезных успехов в карьере. Минемо Лоренцетти тренирует Пельченцу. Альберто Джулиани тренер Пунио. Ну вот, смотрите, как красиво представляют сейчас стартовые шестерки. Ну и здесь мы с вами видим двух очень хорошо знакомых нам ребят. Серп Никола Горбичи и болгарин Владимир Николов. Также, возможно, Либера. Французский Убер и Ноку, нашим болельщиком, выступал за московское Динамо. Ну и достаточно традиционный состав. То есть, доигровщик Симона Паради под третьим номером. В центре еще Франческо Фортунате под пятым. Глуджи Мастранджело под одиннадцатым. Альберто Джулиани, главный тренер. Это вот Пунио Робио, чисто представляет. Ну и сразу же, наверное, вспомним о том, что этим командам придется встречаться в плей-офф чемпионата Италии, потому как Пунио сейчас на втором месте, а Пельченце на седьмом. Так что такая репетиция перед таковыми матчами в чемпионате. Ну и если говорить еще об этих командах, то Пельченце выступала в Лиге чемпионов. И, наверное, сейчас Риксон, как мы следили за нашими обзорами, видели фрагменты матча, выступала, прямо скажем, не очень удачно. В своей группе заняли они третье место, вслед за Трюорис Кафином и Эмбрическим Томатинайкосом. Было только две победы и четыре поражения. Таким образом, они из розыгрыша Лиги чемпионов вылетели, попали в челлендж-раунд. Там, соответственно, прошли польскую команду ЗАГСа 3-0 и 1-3. В общем, не очень уверен, что Пельченце выступает в этом сезоне. Хотя, между прочим, это чемпион Италии прошлого года и обладатель суперкубка. Ну, а что касается Кунио, то команда сразу начала выступление в Кубке ЮКВ. В 1-16 обыграла швейцарский клуб 3-0-3-1. В 1-8 эстонскую команду из Сталина с таким же счетом 3-0-3-1. И в 1-4 финала французский Лиль 3-1-3-0. И в челлендж-раунде Кунио встречался с испанским Керуэлем. Здесь уже первая встреча была пятисетовой. 3-2 победили итальянцы. И вторую в сухую выиграли со счетом 3-0. Ну, и что касается Кунио, никогда эта команда не выигрывала чемпионаты Италии. Такой, можно сказать, кубковый коллектив. В активе аж три кубка своей страны. 99-й, 2002-2006 год. Два суперкубка Италии. 99-й, 2002-й. В Европе четырежды они отмечались. 97-й, 98-й год это были кубки кубков. 96-й, 2002-й кубки ЕКВ. У пельченца история не такая длинная. И вообще в высшей дивизион они попали только в 2003 году. Но в 2006-м уже взяли топ-тим-кап. Ну, собственно, вот пельчанцы-то и появляются. Христ Златанов под 11-м номером. Его мы мне представили в ход 13-й. Бразиликс Браво. 17-й Тиме Урнаут, словенец. Интересный такой доигровщик. Я не думаю, что будет он в составе. 18-й Хорват, но с сербским паспортом, с сербским спортивным гражданством. Новица Белица. Второй номер. Михаил Рак. Чешский волейболист. Центральный. И Либера. Четвертый номер. Симон Маза. Ну и вот, соответственно, у него под первым номером бельгийцут Уисманс. Под пятым Франческо Фортунато. По третьим, как говорил, Симонов Паради. Владимир Николов восьмой. Никола Горбич девятый. Ну и Мастранджело одиннадцатый. Снова на арене становится светло. Соответственно, можно начинать игру. Бельже собой в чемпионате Италии команды встречались, естественно, в регулярке дважды. И обменялись победами со счетом 3-1. Последний раз, собственно, эта дуэль состоялась достаточно давно. В декабре. И состав, в принципе, с тех пор не сильно изменился, надо честно сказать. Вот единственное, что у яченца все-таки нет сейчас маршала на площадке. А так это стабильный игрок в шестерке. И в том, о чем как раз был самым результативным игроком. Наоборот, 23 очка, 22 было у Златана. А у Кунио больше всех настрелял Симона Паради, 16. И следом был Владимир Николов, 14. Ну что ж, свисток и первый полуфинал Кубка ЕКВ. Начинается. Понятно, что для нас это разминка перед основным действием. 22-30 по Москве. Искор против юридического нолика. И тем не менее, вот мужской кубок получился таким более основательным. Может быть, может быть, потому что две как астальянские команды прошли. Но это, как-то вроде, уже априори подразумевает хороший уровень. Сразу хочется сказать, вот напоминает женскую лигу чемпионов, которая нам предстоит тоже в следующие выходные. Жалко, что нет наших, но тоже два итальянских клуба там в этом финале мы увидим. Вот как Мастранджело уже отметился эйсом. На ошибке Мастранджело на подаче. Пьяченцы зарабатывают первое очко в этом матче. Не очень удобная передача была для весницы, поэтому мяч оставил в игре. И сейчас атаковал. Итальянские клубы безраздельно владели этим трофеем. Вплоть до 2007-го, когда на Мурингое «Факел» выиграл финал по красе «Веченцы». Следом в 2008-м «Факел» дошел до финала четырех. Но там неудачно. А в прошлом сезоне «Белгородский локомотив». В Греции взял этот трофей. В финале «Хозяев» «Антинайкос». Сейчас, конечно, хотелось бы эту серию продлить. В любом случае одним из финалистов будет снова представитель Италии. Вот, кстати, когда встречается команда из одной стороны, то как-то с одной стороны вроде бы они должны друг другу хорошо знать, а с другой стороны вот может быть какого-то такого нерва нет. Что-то международный матч, ну вот как-то, знаешь. Или это вот я уже придумывал. Да нет, скорее всего, кубок все-таки каждому хочется завоевать. И здесь никакого домашнего настроения таких матчей не бывает. И лишь добавляет вот это вот хорошее знание соперника. Оно лишь добавляет перчинку в такие игры. Поэтому, я думаю, мы сегодня увидим хорошую игру. На мой взгляд, сейчас Кунио выглядит гораздо солиднее. Но посмотрим. Ну да, если посмотреть, как яченцы даже играли в чемпионах. Проиграть семь соперников, в том числе дважды по Матиной Коссу. Это Фридрис Хафин и Старжамский. В общем, удивительным образом чемпионы Италии, конечно, предсказывали продолжение борьбы в плей-офф. В итоге команда вылетела уже после группового этапа. Вот сейчас была попытка тройного блока. Потом крайне блокирующий прекрасно видел, что передача будет неудобной. Остался на страховке. В общем, такие достаточно прописные истины, но очень хорошо их выполняют игроки. Горбич сейчас был готов на страховке. Несильная атака. И хороший первый темп отличается. Злантанов принимает поздравления. Вот Хавал Белеца. Нам сегодня так бельгийские режиссеры его показали. Очень красивая арена, вот эта, кстати, на которой проходят матчи. Лодка Дом. Приглашаю вас посмотреть в четверг нашу программу в 6 на 6. Там сейчас работает наша съемочная иголка. И Банджарфук покажет ее со всех точек, как это возможно. Мы с вами сможем побывать внутри этого праздника, 50-летия бельгийской команды, которая отмечалась на прошлой неделе. Но сегодня опять же будет путь торжества. Тоже наши там на стрёме. Готовы все снять, все показать. Ну и, конечно, следят за каждым шагом Одинцовской команды. Ну и сразу хочется отметить Пьяченцу. Вот три подряд атаки первым темпом принесли три очка. Очень хорошие розыгрыши на обережение блока в третьей зоне. Сейчас ошибка на подаче. Сравнивает счет. 6-6. Да, но, в принципе, Пьяченца вышла вперед. Уступает 2-4 в начале. Сейчас был 6-5. Ну вот, да, здесь от блока мяч коснулся антенны. Поэтому мяч получает, очко получает Пьяченца. И Марко Мео неопытнейший связующий. Но, в общем, столь же опытный, сколько и Никола Горбича. Оба 73-го года рождения. Оба выступали в сборных на Олимпийских играх. Вот, кстати, Горбич отметил, что самый памятный ему матч – это полуфинал Олимпиады, когда Югославия обыграла сборную Италии со счетом 3-0. Так вот, как раз в этой сборной пасовал нынешний связующий Пьяченца. Еще один эйс. Авторство Симона Пародино. Сей раз. И команда уходит на технический перерыв с минимальным преимуществом. У него такая первая разминочная, можно сказать, стадия сета. Разогревающая команда входит. Хорошо? Хорошо? Хорошо, так. Кольки высокие. Да? Парьем. 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 Хорошо? Супер Оди. Парьем. 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 Интересно. Анжело Улдренцетти. Он по каждому из соперников успел дать какие-то указания. И пока еще он какого-то нерва не чувствуется. Вот группу поддержки в Кунгах нашли. Что интересно, наши ребята встретили в бельдийском городке. Даже точнее не в нем, а расположенном по соседству Голландском. Там буквально на границе Моасейх находится. И крохотная деревушка в двух километрах от границы, где, собственно, живет наша сверочная группа. И там же оказалась пара фанатов из Одинцова, которые своими путями какими-то перекладными добирались до Бельгии. И надеюсь, что сегодня там нам тоже покажут эти трансляции. В общем, таких активистов и интуиастов хочется только поблагодарить и всячески приветствовать. Мы все-таки надеемся, что будет организованная поддержка у Искры и тех, кто по каким-то причинам не смог поехать на этот финал. Ждем на наших трансляциях на втором полуфинале. Снова счет сравнивается. 8-8. Снова счет сравнивается. 8-8. До игрок из Латанова о чем-то договаривались. Видимо, как будет блокировать, но Боровой все испортил. Ну да, вот шансы. Настер Анжело. Вот интересно, конечно, за Гоэлю связываешь здесь последить и про себя это хорошо это делать. Кто тебе больше будет интересен именно в плане какого-то разнообразного видения игры? Ну вот, конечно, по такому короткому отрезку еще нельзя судить о действиях пасующих. Но я уже говорила о том, что Марко Мелони очень здорово заиграл первый темп в третьей зоне. И вот как раз благодаря этому Пельченца достала в счете, подтянулась и теперь вот выходит вперед. Ошибся сейчас Гырбич. Касание антенны было. Ну, собственно, принимающий игрок ошибся. Гырбич просто не сумел исправить. Хотя очень старался. Но пока явное преимущество на подаче на стороне Кунио. Ну, там было уже два эйса, а здесь несколько ошибок. Просто переброшим мяч. Показывает представитель Словенца Лигнаута, который заменил в стартовом составе Маршалла. Тим Ирнаут, 88-го года рождения. Да, кстати, мы ожидали Маршалла увидеть в составе, что достаточно объяснимо. Ну, может быть, по каким-то объективным причинам, может быть, травма какая-то Маршалла сегодня. В стартовом составе, в всяком случае, мы не видим. 11-11 после ошибки на подаче. Красиво играет Бороди. Владимир Никола в атаке сейчас. Конечно, опытнейший нападающий. Уже успел поиграть и в Турции, и во Франции, и даже в Японии. Теперь уже много лет играет в Италии. В среднем, по статистике чемпионата Италии, 444 очка он заработал. А в среднем за сет, ну, где-то, наверное, за игру подает один эйс. Вот такие вот, за игру в трех партиях один эйс выигрывает. Вот такие показатели. Ну, и, конечно, Никола всегда находится в лидерах в общей статистике. Сейчас интересный момент. Вот специальный повтор показывают. Приходящий мяч, Белец пытался его вколотить, но Фортунато подставил руки и... Я даже не очень понимаю, что вызвало споры с арбитром. Он играл на своей стороне. То есть никакой ошибки здесь быть вроде бы не может. Пытаются оспорить это решение, но Франческо Фортунато, заработав очко, вот таким вот образом, будет подавать. Вот того что-то пояснили. Решение принято. Еще раз работает первый темп. На этот раз два блока поднимались нападающим, но вот очень умным решением сейчас мяч переброшен. И снова равный счет 13-13. Ну, даже сложно предположить, какой будет итоговый счет в этом матче. Опять же, несмотря на то, что Печенца закончила чемпионат на седьмой строчке, неудачно выступала в Лиге чемпионов. Но вот кубковый характер. Если вспомнить прошлый уикенд, то мог предугадать великолепную игру сербской церкви на звезды против нашей Уралочки. Поскольку это блестяще, что они выиграли этот полуфинал, но на следующий день сил не хватило. Здесь одна встреча, которая решает все, даже не серия, как это будет в плей-офф у них буквально со следующей недели. В данном случае у нас более опытная команда, которая, конечно же, в состоянии сыграть на высоком уровне два матча подряд. И Печенца, и Кунио, конечно, это мастера высочайшего класса. Вот я имею в виду, в отличие от тех команд, от тех дебютантов в кубках, которых мы видели в женском кубке ИКО. И снова ошибка на подачу. Приносит Печенце 14-е очко. 14-15. На этот раз Николов ошибся. Симоно Породи. И 16-14. Второй технический. Вот так с небольшим преимуществом Кунио, да, получается, идет матч. Так, если даже посмотреть на то, как очки набираются. Где-то ИКОНЦА достаёт, но ненадолго. Ну и своими ошибками на подаче, конечно, несколько очков Кунио подарили. В этом перерыве на подаче с Альберто Джулиани. Перерыв Кунио. Я хотел сказать, что параллельно проходит и второй мужской финал Еврокубка. Кубка вызова. Играют они в Перудже в Италии. И, собственно, вот сейчас там через 12 минут начнется первый полуфинал. Как раз хозяева будут играть Перудже против немецких команд из Берлина. А во второй паре Хорватская младость и Чешская Дупо. В общем, тут, конечно, третий по силам. Но состав менее значимый, чем здесь у нас, в Бельгии. Еще один подарок. И счет снова равный. Поради самый молодой из ребят на площадке из Кунио 86-го года. Наверное, еще, может быть, имеет смысл в него подавать, чуть-чуть расшатать это слабое место. Конечно, счет был неравный. Сейчас 17-15, Кунио впереди. И вот как высоко сейчас обыграл Висманс Вуд тройной блок. Хорошим переводом на огромной высоте снял этот мяч. Затруднили прием. Ну, вот здесь, не знаю, нужна ли была необходимость блокирования такого простого удара. Может быть, лучше было подготовиться к тому, чтобы этот мяч доводить. Вот теперь счет сравнивается. Очко с подачи добывает Пьяченца. Ну, это первый эйс в первом сете. И как раз, видите, подавали в Параде. Михаил Рак, чешский центральный. Ростом 2-0-5. Сейчас Либер немножко помог. Тем не менее, хорошая атака не получилась. До игровки Пьяченца. Еще одна. И снова не будет сильной атаки. Висманс Вуд. 18-17. Ну, не зря Висманс носит капитанскую нашивку. Он в команде с 2003 года. Причем тогда вот он начинал под номером 17, а все последующие сезоны первый номер. Ну, затем он брендил капитаном. В Италию приехал, собственно, из бельгийского нолика. Ну, это вполне логично. Сильнейшая команда страны. Собирает таланты, а затем они неполучно отправляются в более сильные чемпионаты. Перерыв. Перерыв. Если ли было, то все либо передụ Rhodesma. Когда мы всем хранят, мы все переделся там. Окей? И темпо сейчас прянулся, некоторые моменты. Мы еще не програницы, а мы сначала так принимаем, но aleg решRem pesião. Окей? Дыхкиholder труда, vessвизиденчик! Окей? Нокротия! Пожарку! Зоих салитчик! Кстати, Копро из Плеченца использует второго либера в частности, 14-й номер Пьетро Ринальди. Местные режиссеры нашли и группу поддержки в красных футболках. Это такие основные цвета Плеченца. Никола Грубич на подаче. Куни уведет два очка. Остается мяч в игре. Никола борется с тройным блоком. И Пьетченца не хочет сдаваться. 18-19. Сейчас, конечно, очень важный отрезок в первой партии. Сейчас на повторе интересно было за работой Пьетро Ринальди посмотреть. Здесь не особо было искову выбирать нападающих, поэтому явно уже передача шла в четвертую зону. Вроде бы и блок двойной был. Вот мяч от блока Волтушев. 20-18. Сильнейшая подача в исполнении Пьетро Ринальди. И франческо Фортунато еще раз выиграл дуэль против Беллицы. Насколько же раньше он поднялся от центрального нападающего. Еще одно очко с подачи добывает бельгийский капитан итальянской команды Куньо. 22-22-18. И второй перерыв. Кстати, судя по той же итальянской статистике, Вуд является лучшим в своей команде на подаче, что мы сейчас и видим. И в целом, наверное, бельгийцы должны, по идее, поддерживать именно Куньо. Вот хотя бы потому, что там соотечественник играет. Пока мы видим, трибуны не заполнены. Но Куньо уже три очка есть и не заработала в этой партии. Но Пьетченца использовала все свои перерывы в этой партии. И вот сейчас остается надеяться на силы тех, кто на площадке. Я, кстати, помню, однажды работал на этой арене. И, наверное, это будет на игре с участием домашних команд. И там безостановочно играет духовой оркестр. На самом деле, очень раздражает поначалу. Потом как-то привыкаешь. Но такая все равно деталь. Первый сет мне жутко это мешало. И мне казалось, что с ребятами, а тогда я с Изумрудом ездил в бельгийский капитан. Как раз против нолика мы играли и уступили 1-3. Тоже привыкание какое-то должно быть. Какое-то время пройти, потому что они не останавливаются. Вот на самом деле, не на секунду. Ну, у нас двойная замена у Пьетченца. Вместо 17-го номера Урнаута вышел номер 9 Данте Бонифанте. А вместо Марка Меони... Это доигровщик португальский вальдер Сикейра. Да, Сикейра, кстати, родился в Анголе. Но вот паспорт у него португальский. Да, тут интересная замена. Интересно тем, что обычно двойная замена это пасующий и диагональный. А тут пасующий и доигровщик. Покинули площадку и игроки к тех же Амплуа появились. Но, соответственно, доигровщик сейчас на первой линии. Португалец. Связка Бонифанте на заднюю. Четко снимается совершенно Николов в этой ситуации. Это сэкбол. Поверх блок. Да, конечно. С таким ударом ничего не поделаешь. Здесь все были на месте. И блокирующие, и защитники. Но Николов, конечно, обладает выдающимися качествами. Еще и эйс в концовке. Четвертый в этой партии. Авторство Николова на сей раз. 20-25. Так завершается стартовая партия полуфинала. Е-чанс против Кунио. Волейболисты Кунио берут этот сет. Ну и смена сторон. Волейболисты Кунио. но и на ваших экранах статистика первого сета по эйсам как мы уже отмечали куни впереди а четыре очка они заработали атака примерно одинаковая и что особенно удивительно показатели блока кунио тоже впереди и теперь мы понимаем за счет чего была выиграна первая партия судя по статистике ну и зрительно конечно все это было очень очевидно отличная игра николова в атаке хорошая на подачи и хотелось бы отметить еще капитана висманса вуда оба блока авторство франческо фортунато да недолго радовался первый темп три подряд атаки после чего в центре у кунио стало все хорошо блок заработал и конечно атаки в третьей зоне были закрыты если мы будем связь сравнивать пасующих кстати фортунато требуется ему медицинская помощь на твой взгляд здесь может быть что-то серьезное да нет скорее всего тут просто как будто мышцу нужно размять надеюсь обойдемся без травм вот это заморозка да или наоборот разогревающим не могу сказать у вас таких не было если мы говорили вот о связующих начали говорить в первом сайте кто тебе больше приглянулся мне очень понравился марка миони когда вот были скоростные атаки ну а никола горбич в принципе он не может не нравится и естественно такая прекрасная игра и будто и николова она конечно состоит из заслуг того же самого горбича франческо явно проблемы со спиной пытается сажист это вернуть рабочее состояние чем он как бы бандаж наверно еще используйте раз все-таки ничего страшного потому что фортунато выходит сейчас в стартовом составе смотрим если замены нет печенцы абсолютно те же ребят на площадке второй номер центральный михал рак 6 связка марка миони одиннадцатый доигровщик христа златанов 13 еще один доигровщик бразилец борово тимми урнаут под номером 17 тоже доигровщик у них нам златанов диагонали он такой универсальный человек и новицы белец номер 18 сербский центральный вот состав оба либера кстати использую ученца и ринальди и мацо 14 4 номера ну и кунио на площадке все те же капитан команды 1 номер висман свод номер 3 симон параде номер 5 а франческо фортунато под восьмым николов девятый горбич одиннадцатый мастранджело и и ноху берк либера второй номер златанов был сейчас в атаке а михал рак будет подавать здорово приложился металлов горбич заставил очень длинное перемещение исполнять блокирующих при печенце мяч был доведен ближе к четвертой зоне а передача была назвала в длинную сторону во вторую а сейчас здорово первый темп поднимает на себя блок и златанов остается практически с одним блоком очень было не спасли ребята из куни в этот мяч даже один блокирующий зацепил еще одна такая же передача и снова 1 1 блок у николова практически из 4 зоны сейчас была передача для николова и тоже был одиночный блок но убили сейчас решил даже что никола горбич сам будет скидывать но не в сборной вместе тоже успели поиграть здорово златанов сейчас прочитал эту атаку вроде бы было тоже движение на помощи двум блокирующим но потом остался на страховке и мяч вот точно в него угодил конечно такие опытные игроки они уже наперед знают ход действий прекрасно ориентируется 33 спасает горбич этот мяч защите и снова висманс бельгиец почувствовав родную землю какие-то у него крылья выросли за спиной практически без разбега сейчас толкался но такой сильная так и очковы играм тоже довольно опытный медалист 77 года рождение 2 0 1 видимо в куне он нашел свою команду на самом деле чудесный городок отличное место свежий и горный воздух тоже очень красивая арена вот единство что команда никак не может выиграть что-то кроме кубковых турниров просто беда вот след за вутом ошибается и белится обменялись любезностями обе команды и снова кунио с минимальным отрывом впереди 5 4 браво пробивается такой невысокий щупленький выглядит по крайней мере так он особенно метр 97 даже если рядом со златаном его покажут кажется что на две головы ниже христо 2 0 1 всего там вот такая косая сажень в плечах и совсем другое сложение браво сейчас заблокировал и опять николов был на одиночном блоке вот если говорить о связующих сразу отмечают действия а николы горбыча подглядываем в тренерские записи и еще одна ошибка на подачу у нас действительно много ошибаются сегодняшние соперники но быть может потому что все таки зал новый непривычный если говорить о нашем полуфинале в котором искра будет играть с хозяевами то это как раз играет на стороне нолика отличная передача и очень красивая атака чуть-чуть под задержал николов горбич мяч и отдал четвертую зону тоже блок совсем не успел переместиться вот такие скрытые действия которые блокирующими не читаются сейчас такая передача между зон вдогонку своему нападающему горбич вкладывает в руку мяч мастранжело зарабатывает восьмое очко и технически снова куни уходит лидером снова один мяч ведут как и в прошлом сете 5 италии и команды встретиться что-то 1 апреля сильно сдвинутый сроки четвертьфинал практически параллельно с российскими должны начинаться но уже третий на свой первый матч серии против урона сыграли 3-0 третий на лиге чемпионов у нас если вы помните московским динамовцам тоже позволили немножко раньше начать серию с факелом но всего на один день 31 и 1 будут играть третий на соответственно сыграл уже 24 теперь двадцать восьмого у них матч то есть завтра и затем тоже 31 после чего 4 апреля накануне уже поездки на финал четырех за неделю но 4 лига чемпионов наоборот сдали серию немножко подвига по времени по возвращению из бельгии горбич берет на себя инициативу забил забивает переходящий мяч и 9-7 ну как получается прием так в принципе и на сетке очень симпатично смотрятся печенцы ну и конечно златанов я думаю пока что лучше всяком случае в этой партии очень много его нагружают и никола горбич отличная скидка уже приучил блокирующих что нужно внимательно следить за передачей и очень неожиданно скинул на стороне его разочарован ну вот не сказать что рискуют и вот вроде бы тоже может быть я плохо разбегался но вот как-то слабой подачи угодил в аут сейчас вот мастранджело ошибается посмотрим что получится у печенцы 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 кстати замена один из доигровщиков поменялся вышел секейра вместо урнаута в общем ощущается нехватка конечно кубинца маршала потому что этот парень готов и по 40 очков зарабатывать а по моему бил рекорды в итальянском чемпионате вместе со златановым такую ударную силу создает фантастическую но сейчас спорный момент игроки кунио считают что удар пришелся в сетку но главный арбитр так не думает зафиксировал касание блока вообще похоже действительно на трос по отскоку конечно не поспоришь ошибается убира но и счет сравнивается 11 11 и и а и и и и и и и еще одна сильная подача златанова с ней справился вот и сам же заработал 12 очков атаки здесь блок как раз все разгадал поднимался вдвоем вот сейчас подача получилось есть хороший прием и сумасшедший быстрый первый танк это был белец а в атаке понятны есть а а и а и и и а и и и и и Приводчик только где-то в концовке удалось совершить фиболистом Куньо. Сейчас такой же, не сказать, что очень быстрая игра, такой достаточно спокойный режим. Не рвется ни одна, ни другая команда рвать ритм. Но спорить стали больше, чем в первой партии. Вот сейчас посчитали, что Михаил Рак попал в сетку. И от этого мяч шел в аут. Но Рак с этим не соглашался, требовал, чтобы зафиксировали касание блока, которого в принципе не было. Симона Паради. Вот хоть и работает блок, но вот второй раз подряд совсем чуть-чуть мяч уходит в аут. И можно сказать, что волейболистам из Куньо везет. Но вот в этой партии мы не видим этих эйсов на подаче у Куньо. И как раз не хватает этих нескольких очков, чтобы убежать хоть немножко, оторваться. Впрочем, если сейчас снимутся, за даром получает 16-й очко. И счет точно такой же, как и в прошлой партии. Также развивается. 8-7, теперь 16-14. У него впереди. Ну, получается, если подающие рискуют, то много ошибаются. А если нет, то сразу же следует хороший прием и скоростная атака. Он тоже уже заведомо проигрывает. Надо идти к тому, чтобы делать металл. Кто будет тирать, должен тирать. Сгомрать сердце и тирать. И другие не ставят в браво. Это нужно делать. Не делаем металл, потому что у нас только ошибки и не эффективно. Окей? Д'accord? Идти к тому, что у нас есть идея. Дай, давай. Ай-ай-ай! Ай-ай! 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 На перерыве Никола Горбеч успевает устроить короткий перекус, какие-то энергетические батончики поглощает с удовольствием. Ну и решающая фаза этой второй партии. Кстати, интересно, вот Либер, какой здоровый у Пьяченца. Метр девяносто семь рост. Вот так вот сейчас выходил на площадку. Я смотрю, ничем не уступает остальным ребятам. Переученный парень Пьетро Ринальди. Семьдесят второго года рождения. Ну, опыт большой, а почти Либер. Жизнь заставила ее выступать. Такой эмоциональный. Златанов добывает очередное очко. Совсем маленький отрыв Кунио. Николов в атаке. Справляется Пьяченца. И на этот раз работает тройной блок. Закрывают Златанова. Странно, что подстраховки-то там нет совсем. У него же подача. Сейчас атака в антенну была. Все было красиво. По линии сейчас пытался играть нападающий. Но вот антенну зацепил. И вот опять же сценарий первого сета. Опять отрывается на 2-3 очка Кунио. Кьяченца берет первый тайм-аут. Ну и дальше, вы помните, все закончилось 25-20. Сейчас один лишь игрок к другой. Вот этот бразилец Секея. Португалец, точнее, Секея. Вместо Славянца Урнаута. Попытается влеболист как-то завестись. Интересно, что главным моторчиком выступает серб Белеца. Вовсе не итальянские игроки. По идее, тот же Меони. Златанов. Сборова сейчас играет первый этап. Это как раз Белеца. Вот что значит настрой на тайм-ауте. Он выходит и забивает 16-18. Но все-таки Белеца помоложе, поэтому и поэмоциональнее, наверное. Вот вроде бы очень сильная летела подача, но сетка смягчила ее. И сейчас сверху, возможно, было ее принимать. Тут же последовала отличная атака. И опять же, Горбич пасовал дальним игроком. Вот что все-таки заставляет Блок все время находиться в движении. Не было касания. Это Браво пытался пробить. Атака задней линии. Ну и что, уже три очка ведет Куньо. Сейчас будет второй перерыв. Вот так и есть. Да, пока все напоминает первую партию. -. -. -. -. -. -. Многочисленная, кстати, фанатская группа. Да, отрыв уже даже 4 очка. 16-20. Личенца проигрывает. И у него будет счет в этом полуфинале, ну, потому что Личенца пришла из Лиги Чемпионов, видимо, поэтому может быть просто по жеребьевке не считаются хозяевами. Еще один красивый первый темп. Исполнение Белицы. Ошибка очень не вовремя. Надежный Вуд Висманс. Ну, не очень удобно ему сейчас было. Извиняется Висманс перед блокирующими. Потому как через сетку угодил в кого-то, но ничего. Практически первая ошибка. Практически первая ошибка. В концовке Гребич вроде бы в первом сете чаще задействовал свою диагонию, что и логично вполне. Ой-ой-ой. Да, ошибся сейчас Гребич. Свалился мяч у него с рук, 19-20, подтянулась Пельченца в счете. Сейчас уже без сетки получилась, подача, Будь справился на приеме. Христо Златанов сравнивает счет. Четыре подряд мяча забили. Ошиблась. Браво. Да, я уж привыкла, что Златанов тут всегда забивает. Браво сейчас был в атаке. А Златанов на подаче. Очень ненужная и опасная ошибка в этой ситуации. Интересно, заменяет Златанова. Даже удивительно. Капитан, ну, видимо, сейчас на прием вышел вот этот парень. Восьмой номер Микеле Грассано. Но подача идет в Ливера и тут не справляется. Висмонс, можно сказать, за ту свою ошибку, Должок отдал. Снова его команда впереди. Вторая тоже очень неплохая подачка. Здорово сейчас он играл в защите. Но мяч перебить не удалось. Висмонс пытался перетолкнуть его через блок, но не вышло. И снова всего лишь очко проигрывает Кьяченца. Николов в атаке. Очень важная сейчас подача у Фортуната. Сейчас понятно, что при возможности Горбич будет по максимуму загружать Николов. И сейчас замена. Десятый номер появляется вместо Фортуната. Латыш Яниспеда. На подачу он выходит. Ну и, наверное, помочь на задней линии, если будет доигровка. Я думаю, скорее всего, должен подать. Замена это не сработало. Кьяченца все приняла и забить сумела. Ага, это один из братьев-близнецов Уйванин. Матти Уйванин, игрок центральной зоны. Тоже на подачу вместо своего связующего. Обидно. Ошибается Уйванин. Это вышел понятно только для того, чтобы подать. Потому как вот сейчас обратная замена. Возвращается Меоне. И первый сетбол у Кунио. Несильная подача у Николова получилась. Страхуют. И Николов в атаке. Вот это да, вот это скидка. Чуть более напряженный получился у нас конец этого сета. Но итог его по-прежнему в пользу Кунио. 125-22. Тут, правда, не было вот этой партии такого преимущества по эйсам. Вот сейчас там с вами напишут. Но это общее впечатление. Что тут лучше было у Кунио? Видим статистику по эйсам. До сих пор Кунио впереди. Это мы тоже отмечали. По блоку практически сравнялись. Ну, достаточно равная была игра во второй партии. И даже видели мы, что у Кунио приходилось брать тайм-аут в концовке. Для того, чтобы как-то повлиять на ход этой встречи. А если бы Пьяченца подержала подачу, может быть, затруднила в пару случаев, сработал бы блок. Ну, вот пока что хочется отметить Горбича и Николова. Хорошая игра. И даже когда неудобно Николу, как вот последний мяч, вот, пожалуйста, передача для дальних игроков против одного блока. И Николов выходит из этих ситуаций. Не просто сохраняет мячи в игре, а еще и выигрывает какое-то 25-е очко во втором сете. Висманс молодец, расподавался. Поначалу тоже как-то, может быть, страховался, может быть, не чувствовал подачу во втором сете. Ну, а потом уже видели мы, как он умеет выигрывать. Ну, Пьяченца все-таки не хватает маршала. Потому что есть попытки заменить славянского доигровщика португальским. Не знаю, что там он наработал. Секейра. Да, пока не видим, кто из них лучше. Ну, вот она, последняя скидка. Ну, и при счете 2-0. Вот, на твой взгляд, что будет дальше происходить? То есть, все такая же борьба или уже... Не, борьба, конечно, будет. Но, во всяком случае, я так предполагаю. Но, на мой взгляд, конечно, Пьяченца немного не хватает для того, чтобы обыгрывать Кунио. И лишь только тогда, когда какие-то ошибки происходят, ну, нелепые, когда Горбича мяч сорвался, и там подача в аут начинается. В таких отрывках Пьяченца набирает очки. Ну, Кунио, конечно, посильнее. Вот по игре посильнее. Объективно. Сергей Анатольевич Цветнов, если вы внимательно смотрели на той стороне, где сейчас Пьяченца, где-то за подачей располагается, смотрит завтрашнего соперника. На фанатской группе остается только надеяться. Интересное название, да, у группы поддержки. Лупи, да, как призыв можно воспринимать к волейболистам. Лупи сильнее. А вот... Получится. Ну, состав, я так понимаю, будет тот же самый, хотя, возможно, вот эта позиция непонятная, да, которая западает. Нет, вот Секейра остался. Был бы Маршал однозначно в шестерке. Здесь его не хватает. И Златанов одиночку не может пока вытащить серию. Роман Бусалов. Ну, может быть, попросим все-таки у нашей группы съемочной, которая находится в Бельгии, выяснить, по какой причине Маршала нет в составе. И обязательно вам об этом расскажем. Третью партию начинает Пьяченца. Начинает ее с ошибки в подаче. Вот я смотрю, последний матч чемпионата, который играли в юболисты. Вот же тоже команда Пьяченца. И там нету Маршала, просто нет даже в заявке. У него травма, но Тину Урнаут признан был лучшим игроком. Матч, набрал 21 очко. И поэтому, вроде как, его место в шестерке вполне объяснимо. Хорошая подача получилась у Рак. Хорошая подача получилась у Рак. 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 Ну и снова благодаря хорошей подаче выиграно это очко. Перелет сейчас был. У Пьяченца хорошая возможность доигровки. И 3-2. Редкий случай, когда Куню уступает в счете. И в 6-й зоне сейчас атаковал Симон Паради. Провалился мяч между рук блокирующих и сеткой. И нашел, когда в последний раз маршал выходил на площадку 14 февраля. После этого Пьяченца в чемпионате страны. И выиграл такую безрадостную серию. Три поражения сухих по 0-3. То есть 0 очков они заработали. И в общем так команда и опустилась на седьмую строчку. После этого несчастья. И у нас маршал совсем другой коллектив. Главное, что попали в зону плей-офф. И есть еще все шансы побороться. Но не очень радостная обещает быть эта борьба. Потому как ближайший соперник в плей-офф атакует. Ну да, чемпион вполне может сложить полномочия уже в первом раунде. У нас в российском чемпионате, вы знаете, тоже четвертьфиналы начнутся по предстоящей неделе. Ну и там самая интересная пара, наверное, у Сибирска против Искры. Как раз Искра сейчас... Мы оценим ее силу на этом турнире. И затем будем наблюдать за этой серией. Потому что, пожалуй, в парах Зенит-Ярославич или Белгород-Югра в общем очевидный фаворит. Ну и интересная, конечно, должна быть дуэль-факел Динамо-Москва. То есть оба наших участника Еврокубков, Искра и Динамо, получат, ну, наверное, хорошую практику перед... Точнее, Динамо перед своим финалом, а Искра уже после. Такой тяжелый месяц для команд выдается. Ну и после той ошибки Николы Горубича, вернее, после ошибки его принимающих, попытался он стащить мяч со стороны соперника. Играл на самой сетке, но, конечно, достать его было не в его силах. И сразу же следует удар в блок, и вовремя реагирует главный тренер, берет таймон. Ну а красно-белые оживились. Это группа поддержки Лупи и Бьянка Росса. Лупи, Лупи что-то... А, ну волчата. У них же наявление волк. Вот, откуда это название. Красно-белые волчата. Ну, волки на площадке, действительно, огрызнулись, показали зубы. Дети вышли вперед на 3 очка, но после этой ошибки 6-4. При том, что Висмос Вуд отправляется на подачу, почему-то кажется, что ненадолго плеченцы вышли вперед. Нет, ошибается Вуд. 7-4. Какой-то пожарный план даже не Б, а С или Д. Срочно тренеры Кунио достают. Риберто Джулиани и Франческо Кадиду. Сейчас разладился прием, конечно. Из таких тяжелых доводок очень сложно выполнять какие-то передачи. Тем более сейчас центральный посолал. Ну вот, к первому техническому перерыву. Пьяченцев впереди. 8-4. Такой такой текущей статистики. Не показывают, как по итогам сета. Очевидно, что сейчас Джулиани недоволен. Добро пожаловать, что я увидел жизнь. Второй арбитр еще какое-то замечание делает тренерскому штабу. Но слишком эмоциональны сейчас были и игроки. Вот если вспомнить ту ошибку Горбича, когда перелет пытался он вытащить со стороны соперника, и судья подозвал капитана, сделал какое-то предупреждение. Правда, обошлось без карточек. Но, видимо, и тренеры тоже участвовали в этом споре вот сейчас. Второй арбитр предупредил, что нужно быть поспокойнее, находясь на скамейке. Прием опять, можно сказать, выбитый. Групповой блок успевают организовать биболисты-пиеченцы. Вот она, доигровка Секейра. Ну, по крайней мере, он эмоциональнее, чем был славенец Урнаут. И уже 9-4. Вот такой вот счет в третьей партии. Златанов сейчас подавал всему на параде, подавал по линии, оттягивал нападающего. Ну, Горбич отдал передачу сейчас на Висман Салвутов в шестую зону. И вот так вот это очко было выиграно. В защите Фортунато отметился. И Паради такое чувство, что не успевал такой передачи. Прямо прыгнул он вот туда вот куда-то между зон, ускорился в самый последний момент. И 6-9. Сейчас очевидно, что Либера в росте не уступает. Редкий случай. Хороший прием. Текиро. Но можно и похвалить. Несколько атак уже у него очень скоростных, хороших получилось. Совсем низко над сеткой сейчас был мяч, но Мастранджело начеку. Здесь на чипу Михал Рад. И это одиннадцатое очко, плюс пять идут уже. Вальболисты Бьяченцы. Конечно, 2-0-5 этот чешский вальболист. И очень сложно было Симону Паради перебросить мяч через такие высокие руки. Вальболисты Белица ошибается на подаче. 7-11. И Укуньо будет подавать Николов. Как-то растеряна, по-моему, сейчас команда. В защитных действиях это очень проявляется. Хороший удар сейчас у Браво получился. Немного отведенный мяч от сетки и такой техничный атакующий прием. Здесь высоченный блок поджидал эту атаку, этот пайп. Тайм-аут! 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 И тайм-аут просит сейчас главный тренер Хуни. На 6 очков идут уже. Ребята из мяченцы. И, уж не знаю, может быть, этот сет все-таки они возьмут. Уже отдаем им преимущество? Или еще не все решено в партии? Да, я думаю, еще рановато, конечно, выявлять победителя в третьей партии. Но то, что Пьяченца прибавила, а Кунио очень успокоились, имея два сета уже в своем активе, это очевидно. И началось все с неуверенного приема. Вроде бы, вчистую немного было проиграно, но вот те недоводки, которые заставляли Горбича действовать откровенно, они добавляли очки блоку Пьяченца. Там за подачей Пьяченца и тренеры в нолик расположились. В статистике, в том числе и наши, Денцовский, вы. Ну вот, с хорошего приема, отличная передача. Да, этот мяч, конечно, будет переброшен, не будет, поторопилась. Здесь в простой ситуации, конечно, сейчас ошибся. Нападающий. Конечно, такой мяч нужно было перебрасывать. Ну, он сам, по-моему, не ожидал, что ли. Решил схитрить, укоротить немного, но вот попал в сетку. Ну что, интересно, сразу же идет ему все равно передача. Ну, это для того, чтобы игрок исправился и все-таки почувствовал, не чувствовал себя виноватым. Ну, вот второй раз подряд, к сожалению. Ошибается. Это Сикейра, который у нас в второй зоне хорошо отметился, да? В принципе, из первой. Из первой отличная атака была в его исполнении, а вот из четвертой. Ну, вот сейчас все делал правильно, чуть-чуть не попал в площадку или антенну зацепил. По-отечески потрепал его по щеке, Анжело Лоренцетти. Таймал все-таки взял, чтобы немножко успокоить парня. Ну, при этом еще три очка ведут велибалисты-яченцы. И вот тут уже действительно отрыв вроде бы есть, но не смертельный, не такой, что все действительно решено. Буквально вот пару собственных ошибок. Не решился уже Меоне отдавать в четверку, хоть и вроде бы удобнее было. И уже 11-13. Там, мяч коснулся после булка. Да, по плечу здесь мяч прокатился. Ну, теперь деваться некуда, только туда. И снова Сикейра. А он уже не бьет, а так накатывает слегка. А он уже никакой уверенности в своих силах нет. Вот где еще нападающий, который не сплохует. Отлично разобрался Меоне в этой ситуации. Прекрасно понимает, что не идет у Сикейры. Значит, надо найти в шестой зоне Христа Златанова. Приостановили падение. Глобалисты Пельченцы. 14-11. Закрепились на этой разнице. Опа! Опытнейший Убер Ино. Француз. Ну, за сборную играл. Не справляется с подачей. Прилетела между игроками. И не успел Ино переместиться к этому мячу. И снова Браво. Стабильно, далеко. Плюс три по-прежнему. Но главное, что решил изменить направление своей подачи. И еще, к тому же, и ошибся. 12-15. Аут. Ну, тоже Златановка портачил. Претерпели. Уберлисты Пунио. Здорово сейчас Николаев действовал на страховке. И... И вот Рудан. Вот смотри, сейчас к техническому перерыву уже равенство. А то, глядишь, Пунио на таком порыве и вперед выйдет. Как же много перемещаются нападающие. Вот страхуют в одном углу площадки. А потом занимают направление для атаки совсем в другом. И сравняли еще. 15-15. 15-15. Потухли глаза у бразильца. Тадача Златанова. Он же в атаке. Можно спасти. Ну, если бы не было этого ограждения, конечно, мы их бы достали. Немножко он потерял площадку. Еще, может, ранг его. Вроде метнулся. Потом, думаешь, он был посмотреть. Наверное, в том бы не глядя. Бежал по рыбе. Сутики чуть опасаются. Но великолепный рывок. У него совершает. 15-16. Всего одну очку проигрывают после того, как поступали шесть. И явно сейчас в яме леченца. Собственно, хаши-выкновители. Ну и то, о чем мы с тобой постоянно говорим, не хватает маршала. Не хватает одного нападающего, который, конечно, в таких случаях стопроцентно забивает. Вот уже бельгийские болельщики подтягиваются. Хотя до следующей игры еще аж три часа. Вот как раз если итальянские команды привыкли играть поздно, то все-таки наши играют гораздо раньше. И вот такое долгое ожидание игры, оно, конечно, немножко раздражает. Ну да, опять же, ночью переводим часы. Спать на один час меньше. Отдыхать тоже получится меньше. Куда бы искра ни попала, в завтрашний матч преимущество будет на стороне итальянцев. По крайней мере, вот по этому аспекту восстановления физических кондиций. Много места здесь оставили, а мы блокирующие, конечно, сразу же вот этим воспользовались. Мы просто перерыли уже Джулианину. Болубун тоже оживили. Болубун тоже оживили. А первый темп пока работает у Кличенцы и вновь отличается Белеца. Ну да, такое ощущение, что Михалрак только на блокировании. Передач почти не получается. Снова собственный брак. Снова Секейра. Секейра сейчас изо всех сил старался подавать, потому как при таком счете, и при том, что его команда достаточно долгое время лидировала в этой партии, а потом стала быстренько уступать и терять этот отрыв, конечно, здесь необходимо рисковать. Еще одна передача на Белецу. Немного низковата, но касание сетки сейчас было у блокирующих Кунио. Хотя очень хорошая возможность была для того, чтобы это очко выиграть. Ну, Симона Паради немножко зацепил. Сетку висит науками. Верхний трос. Сейчас нижние судьи иногда не обращают внимания. Верхний трос все-таки свистеть нужно. 19-18. Замена. Мы ее уже видели. Гроссана выходит на прием вместо Златанова. Чуть-чуть должен перед последними важнейшими мгновениями партии Христ передохнуть. Сейчас получается, что на площадке у пьяченца и вот только бразилец, португалец, которые могут нападать с краев. Да, вот что и происходит сейчас Боровой. Ну, Боровой сейчас в такой ситуации некуда было деваться. Здесь тройной блок перекрыл всю площадку. И вот свободное направление в аут, пожалуй, только оставалось. Кто дал, он и пробил. 20-18. Да, два очка уже преимущество. Фактически дожимает. Уже почти на лопатках соперник. Чуть-чуть его пригвоздить к полу остается для Кунио. Ну, вот нашел-таки выход из этой ситуации нападающих пьяченцев. Тоже при тройной блоке отыгрался от рук в аут. Тоже и Чувя, они готовят какие-то замены. Подача, наверное, единственное оружие, которое сейчас может спасти пьяченцу. После двух сетов они уступали 2-5 по эйсам. Но вот хотя бы затруднить. Да, если не выиграть очков чистое, то затруднить. Здесь, вроде бы, берется это удается, но дальше следует хорошая скидка. Николов не тушуется. Рискнет на подаче. И Паради. Да, переиграл сейчас Паради тройной блок. И вот уже 22-19. Нашел лазейку между руководством центрального блокирующего и связующего. Если Златан сейчас не вернется на площадку, то мать будет проигрывать. Как-то, по-моему, немножко Лоринцетти упускает эти игры. Как и смысл держась второго принимающего, если бить некому. После ошибки Владимира Николова 20-23. Ну и совсем возвращаясь. А, это Оуэн выходит. 15-й номер меняет. Марко Меони. Ну, Ивенин уже выходил. Это такая же замена на подачу. Да, да, да. Ну, как сейчас Ивенин? Прошлая партия неудачно эта замена сыграла. Посмотрим, что будет сейчас. Ну, представляешь, тоже как парень сейчас должен волноваться. Ну, нет, затруднил, в принципе. Да, переходящий мяч заработал. Оуэн молодец. 21-ое очко принес Пьяченцы. Ну, а Никола Горбич всегда пытается вот эти улетающие мячи достать для того, чтобы пасовать их. Ну, вот, конечно, это очень далеко на стороне соперника. Третья подача от Матья Уиванина в этой партии. Второй раз в сет. Тут можно говорить любые слова уже, но матч-болку сопернику подарили. Меони возвращается и Урнаут вместо Секеиры. Уже не доверяет португальцу Анжело Лоринцетти. Но вообще ощущение, что матч-то проиграет. После того, как достали 15-15 валиболисты Куни, уже они так уверенно продвигались в этой победе, чтобы все зрители так почувствовали. Вот, наконец, возвращается Златанов. Мне кажется, поздно. Честно, дождался, пока остановка длинится на переднюю линию выше Златанов. Дождался тренер. Боровой сейчас нужно только рисковать. Тем не менее, отличный прием получился у Кунио. Отличная передача. Горбич посолал такой сеточный мяч в прыжке. Тем не менее, блок работает у Клеченца. 23-24. Ну, вот и все. Да, вот так вот заканчивается эта встреча. Слишком много ошибок, все-таки, собственно. Слишком мало надежных попадающих. Португалец и бразилец стабильность сегодня не порадовали. Болельщик, Клеченца. Маршала не хватает. А у Кунио что-то так страшно, да? Да, посолить не выглядит Кунио, как мы и предполагали. И действительно, несмотря на этот небольшой провал в третьей партии, когда немножко успокоились, может быть, заранее поверили в то, что уже игра закончена. Ну, вовремя команда сумела собраться, выйти на свой нормальный уровень. И вот такая победа. 3-0. Сейчас, наверное, нам покажет еще итоговую статистику. Но, в любом случае, главное для нас уже известно. Первый финалист Кунио, что, в принципе, и предполагал Сергей Цветнов, когда отправлялся в Бельгию. И он говорил, что у нас есть некоторые сюрпризы для голуболистов Кунио и заготовки. Но осталось только искре логичную задачу выполнить и выиграть свой полуфинальный матч. Напомню, что через 3 часа будет этот полуфинал. 22.30 он начнется. Испра против бельгийского Нолика. Мы сейчас ожидаем статистики, чтобы подвести какую-то черту под этим матчем. Покажет нам ее или нет. Вот Висмолс. Он сегодня сыграл, наверное, на 4 с плюсом. Солидный и хорошо. Ну и все многолетние лидеры. Николов, Горбич. Конечно, блестящие вольболисты. Собственно, в основном их усилиями Кунио играет так удачно. А для меня еще как раз бельгийские телевизионщики ждут Висмолсов на интервью для своей трансляции. И вот сейчас, я надеюсь, покажем вам статистику. Смотрим 3.5 по эйсам, но не сильно изменилось эти показатели. Примерно по ровну ошибки. Атаки в блоке даже Бьяченца лучше. Хотя... Это не странно. Немножко. Ну, я думал, что... Не знаю, насколько можно доверять такой статистике. Вот мне как-то показалось немного по-другому. Мне показалось, что больше, собственно, ошибки Кунио играет. По всякому случаю, результат мы знаем. И действительно, с одной из этих команд нам придется встретиться завтра. А пока что готовимся болеть за искру. Ну, вот самое красивое мгновение третьего сета. Наблюдаем напоследок. Поздравляем. У нас выход в финал КВД. Команда, как я уже упоминал, кубковая. Ни разу не выиграла чемпионат. А то трофеев сколько угодно. А именно девять штук с учетом еврокубков. Четыре еврокубков и пять национальных. И вот. Сейчас будет, наверное, последний мяч будет забит. Ошибки, многочисленные ошибки. Доигровки у соперника. Паради с тройным блоком справился. Помним, тут тоже очень важный момент. Да, кстати, забыли мы похвалить Симона Паради. Потому как в третьей партии и его усилиями, конечно, рывок в счете. Очень хороший рывок был у Кунио. Ну, вот последний мяч. Ошибка. Очень показательный, кстати, эпизод. Ошибка. Пьяченцы ставят точку в этом матче. Ну, а нам остается только поставить точку в нашем комментарии. Вместе с вами за этой игрой наблюдали Алексей Мельников и Татьяна Грачева. До свидания. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok